Поэтому я, проехав в Украину, делал все для того, чтобы проверить, наверное, именно там, потому что я Украину очень люблю. Это не агрессивная страна, она очень добрая, она очень открытая, она немножечко отстает от нас от бед, которые... Вот сейчас вы напрасно это сказали, потому что они очень нервно реагируют. Нет, слушай, они отстают от нас в бедах, то есть их еще ждет то, что накрыло нас там в каком-то году, помните? Ну, они же очень похожую судьбу проходят, какую мы прожили. Я тоже так считаю, но они нервно очень реагируют на такие. Нет, когда я говорю, они нервно реагируют. Ну, вы же прапорщик шмаков, вы же свой хохол, поэтому вам можно. Поэтому у меня там, наоборот, на счастливое возможно было проверить. И каждый раз финалы другие, и каждый раз концерты другие. Но мне нравилось то, что женщины в городе Ялта вышли на сцену и сказали огромное спасибо за то, что вы научили моего мужа говорить, я тебя люблю. То есть, не подошел, видимо, какой-то спор о том, что говорится в этом концерте, о том, что эти слова сейчас как воздух необходимы. Просто они единственные, наверное, наполненные слова, которые мы, к сожалению, все реже-реже говорим. Поэтому там есть некое сквозное действие этого концерта, направлено на то, чтобы люди, независимо от пола, понимали, что жизнь короткая. Что если дали шанс любить, то надо любить. Потому что многие, к сожалению, проходят мимо этого чувства. Но, по крайней мере, увидеть или услышать. Проходят почему? Они не замечают или они дают предпочтение карьере или чему-то? Они осознанно проходят? Нет, ни в коем случае. Просто не замечают. Нет, ни в коем случае, совершенно верно. Потому что, мне кажется, осознанно пройти это глупо. Но мы просто сейчас затронем некоторые вещи, против которых сейчас написаны законы. И возникает... Нет, я бы именно не осознанно вообще состояние любви, оно уже не осознанно. И секрет, и формула любви. Не спорить, не говорить о том, что миллионы классиков пылятся на полках, которые именно это пытались разгадать. Поэтому это моя лепта в благодарность женщине, вообще за ее существование, что они еще дают возможность нам, мужчинам, находиться с ними рядом и общаться, и любить их. Потому что это определенный клан, который требователен, но в то же время самое главное жертвенен. Поэтому от жертвенности женщины, наверное, посвящено все это. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Добрый вечер, друзья. Это интервью с Маклаковым я записывал ровно 10 лет назад, в ноябре 2013 года. И вот я подумал, что Алексей Константинович думает сейчас про Украину, про то, что происходит. Даже была мысль снова позвать его уже в другой проект, не в Правда 24, а в проект «Золотая рыба», где я в основном с актерами, с кинематерапистами советскими, скажем так, встречаюсь. Но вот увидел на одном из ресурсов Захара Прилепина его обращение, решил, что это вполне исчерпывающий ответ на вопрос. Послушайте его. Дорогие друзья, гости и, конечно же, бойцы, я приветствую вас сегодня на открытии церемонии вручения самой патриотической премии нашей страны под названием «Своим». Эта премия вручается вам, бойцам, которые сейчас в очень трудной, сложной борьбе побеждают. Это премия вручается вам, тем, кто остановил немецкие леопарды. Хваленые, высокотехнологичные. Этакая гордость Европы. Но Россию умом-то не понять. Потому что у нас есть смекалка, память, то, как воевали наши деды, отцы. Вы, находясь так же, как вы порой, чуть слабее технический, но сильнее сердцу и любую к родине. Я очень рад, что штаб Захара Прилепина, фонд свой, сделает для вас, пусть этот маленький, но все-таки праздник. Так скажем, по-военному, небольшой перекур, но приятный. Я, наверное, не смогу сказать чего-то большее, что чувствуют и говорят вам, встречаясь с вами, мои простые люди, которые вас ждут. Которые болеют за вас, переживают. Я могу лишь сказать вам одно. Сердце России зависит от вас. И, конечно же, от нас. Но вы на передке Вы защищаете свою страну. Вы прожили такой странный век без героев. Такое без времени. Как и в кино были герои. Пришла беда. И появились новые герои. Которые так же побеждают. Как наши предки. Спасибо вам. И низкий поклон для этого. С праздником вас, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...